Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин падает на 60 500 долларов, даже опускался раньше на 59 000 снова. Посмотрите несколько касаний этого уровня. 1, 2, 3, 4. Это интересно. Растут торговые объемы. И смотрите, биткоин вниз идет. Это даунтренд. Трейдеры общаются в моем телеграм-чате. Как давно ты торгуешь? Я торгую уже давно. Можете присоединиться. Там, здесь, капитализация рынка 2,2 триллиона долларов. 213 тысяч посетителей на моем сайте. Регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус. 60 тысяч долларов. И сейчас там начинается трейдерский турнир с призовым фондом 10 миллионов долларов. Индекс страха и жадности в зоне страха. Доминация биткоина 53,8%. И цена биткоина 60 500 долларов. В этом видео сделаем теханализ биткоина. Покажу вам свой торговый аккаунт. И почитаем комментарии. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно задавайте вопросы. Пишите, какую монету мне проанализировать. Сейчас я в основном в USDT. Расставил ордера на покупку на нижних уровнях. Там на 51 у меня заявка на 10 биткоинов. Посмотрим, что там будет с эскалацией войны. Ну и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Вчера Tesla минус 3%. Nvidia и альткоины падают. Биткоин тоже 60 400 долларов. Давайте начнем с недельного таймфрейма. Утром я всегда начинаю с недельного. Стохастик направлен вниз. Сквиз моментум идет в зеленую зону. Биткоин оттолкнулся от верхней границы этого канала. И похоже идет к нижней границе канала. На 50 тысяч долларов. И там я поставил торговые идеи. На 50 тысяч долларов и на 56. Криптогурубот, которого вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу, держит сигнал на покупку, которую он дал в феврале прошлого года. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Это довольно точный биткоин индикатор бот. Переходим на дневной. Здесь стахастик в перепроданности. Биткоин продолжит падение, я думаю. Пытается, конечно, удержаться на текущих, но я четко вижу, что формируется что-то типа M-паттерна. Это все перед выборами в Америке на фоне эскалации. И все беспокоятся. И можем пройти на 51 тысячу долларов. Не смог биткоин пройти сопротивление на 66. Нужно было, конечно, там фиксировать прибыль. Перейдем на 4 часа. Здесь у нас что-то вроде нисходящего. Что там нисходящего? Я бы сказал, что это, честно говоря, медвежий флаг. Там медвежий вымпел. Расстояние меряем по высоте флагштока. И получаем 56 тысяч по выходу из этого медвежьего флага. На мой взгляд. Здесь одна торговая идея. 100 плюс 54 547. И тейк профит на вершину бычьего рынка. На 269 тысяч долларов. Это будет в октябре 25-го года. Также у нас сильное сопротивление на 70 тысяч долларов. Там тоже можно поставить тейк профит. Несколько там уровней, на которых можно фиксировать прибыль. Все эти линии – это сопротивление и поддержки. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Там все подробно рассказываю, что куда. Вот две такие торговые идеи на биткоине. Одна на 50 тысяч долларов. Там я поставил заявку на 10 биткоинов. На этом уровне. Как это все читать, как понимать то, что я рассказываю. Серая метка справа – это цена входа в сделку. Красная внизу – это стоп-лосс. Вот по этой сделке, например. Цена входа – 50 тысяч 400 долларов. Стоп-лосс на 48 300. Риск – 2000 долларов. Заработать можно 219 тысяч. И еще одна торговая идея на 56. Стоп-лосс на 54. Две такие торговые идеи. Покажу вам сейчас свой торговый аккаунт на Bybit. Но сначала напомню про полезные ссылки, которые есть в описании под видео. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. И также на Bybit сейчас начинается трейдерский турнир. Призовой фонд – 10 миллионов USDT. Первые 70 пользователей, которые присоединятся к команде, могут получить по 70 долларов. Сделайте торговый объем 2000. Также, если вы в минус наторговали на этом турнире, то все равно можете поучаствовать в розыгрыше крутых призов. Поэтому к QR-коду можете присоединиться к моей команде, либо же ссылка есть в описании под видео. На моем торговом аккаунте Bybit сейчас 645 200 долларов. По неделе было 740 000 долларов, а теперь 645 000. Это минус 90 000 долларов за неделю. По месяцу получается плюс 90 000. Но максимальный профит был 200 000 долларов. И, к сожалению, я эту прибыль не зафиксировал. После того, как биткоин развернулся и пошел вниз от 66 000, потерял почти сотку. Это мои сделки по биткоину, если вы смотрите мои видосы постоянно. Там я продал биткоин по 65 000, купил биткоин по 52 000, продал биткоин по 62 000, а лучше бы продал по 66 000. Ставка финансирования все еще позитивная. 0.007. Лонгисты платят шартистам за свои позиции. Это мои ордера. На 10 биткоинов по 51 000. 93 эфира по 2200. 2400 салан по 80 долларов. И 2 миллиона 400 тысяч доджкоинов по 8 центов. И также я на споте поставил заявки. Юнисвап по 3 доллара. 4.30. А это разбивка по балансу. Биткоин 7%. USDT на 65%. 13% MCRT. 6% Юнисвап. И 6% WorldCoin. 645 000 долларов в общей сложности. Из них 346 000 это USDT. И остальное в биткоине и альткоинах. 73 500 долларов MCRT. Биткоин на 37 100 долларов. Юнисвап на 36 000. И WorldCoin на 35 300. Все это идет вниз пока что. Интересно. Теперь сделаем теханализ эфира. Тесла тоже идет вниз. Минус 3,3%. Давайте-ка на Теслу и посмотрим. По-быстрому пройдемся. Начнем с недельного таймфрейма. Там Тесла выходила из большого паттерна. Но похоже, это был ложный выход. И возвращаемся обратно. Где же то, что я рисовал-то раньше? Ну ладно. Нарисуем еще раз. Куда-то делись мои линии, которые я ставил. В общем, это Тесла. И здесь двухлетняя трендовая линия. Даже пятилетняя. Тянется с 2019 года. Тесла идет по этой трендовой. И смотрите. Возвращается в... Внутрь. 10 октября будет важный день. Это роботокси день. 10 октября. 10.10. Робот день. В Тесла. 10 октября. Это будет вот здесь. Давайте отметим. В вертикальной линии. Роботокси день. Это будет в следующий четверг. Похоже, что Тесла-то падает. Смотрите. Тут симметричный треугольник. Я имею в виду, что восходящий клин. Внутри давление-давление. И вниз выходим. Может упасть до 10 октября. Но опять же, здесь формируется огромный симметричный треугольник. Внутри создается давление-давление. И выходим вверх. Проходим расстояние, которое можно измерить по основанию. Вот смотрите. Сейчас мы прямо измерим. Протянем. Чик. Вот это расстояние. Идем на... Ну, короче, на 600 долларов. Но вот прямо сейчас, если... То похоже, что развернулась все-таки Тесла от верхней границы этого треугольника. Я-то покупал по 141. Но Тесла может упасть на 200. Уже упала Тесла. Довольно сильно. Была 263 доллара. И упала на 240. Выглядело так, что уже прямо сейчас пробьет эту фигуру. Но не получилось у нее ни хера. На фоне этой эскалации. Иран-Израиль. И еще и Байден, Харрис. Тоже все беспокоятся. Уоррен Баффет все продал. И теперь давайте посмотрим на биткоин. На часовом таймфрейме биткоин формирует этот... Что он тут формирует? Да не, вроде как и... Медвежий флаг. Может быть, нисходящий клин. Тоже так можно. Если почему бы и нет. Обычно вот так работает. И затем вверх выходим. Поэтому, может быть, возможно зайти на 59. Но, на мой взгляд, я бы подождал более сильной коррекции. До 56. Если будет эскалация. Рынок сейчас не очень. Не прям, чтобы сказать, бычий такой. И Тесла тоже может скорректироваться. Теперь давайте быстро посмотрим на эфириум. Эфириум. 2342 доллара. Я сейчас консервативен. Перед выборами в США. И еще потенциальные эскалации. Тесла. Очень сильное падение. Да это эфир, извините. На 2700 поднимался. И я... Да хорошо, что я, сука, продал-то все. Охеренно. Я продал, помните? Когда я продавал эфириум? Я продавал эфир. Давайте посмотрим, где я продал эфир. Че там? И всех, кстати, предупредил, что надо продавать. Вот мои трейды на эфире. Там, где я купил по 2000... Да в августе еще. Брал по 2100 долларов. Или сколько? Я купил эфир по... Это 2100. И затем я продал эфир по 2700 долларов. Затем я купил эфир по 2100. И затем я продал эфир по 2400. И теперь эфириум 2300. И похоже, что будет падать еще. Не знаю, удержится ли на этой трендовой. Но я думаю, что рынок просто обвалится скоро. На фоне эскалации я бы лучше оставался пока что в кэше и торговал консервативно. В общем, такая торговая идея на эфире. Зайти на 2082 доллара. Стоплос на 1987. И тейк профит на 4700. Я бы попробовал ловить эфир на сильных уровнях поддержки. Потому что эскалации. Также люди не хотят покупать, потому что Харрис. И все ждут, чем закончатся выборы. Поэтому даже еще ниже можно опустить заявку на эфире. А что я там расставил? По 2200 у меня. Почти активировалось, но я бы все-таки скорректировал эту заявку. Давайте поставим на 2000. На 100 эфиров зайдем. По 2000 долларов. На сотку эфиров. По 2000. Это мне обойдется. 100 эфиров по 2000. На деривативах поставим. По 2000 долларов. 100 эфиров. И вот это мне будет стоить 10 тысяч долларов. Изолированная маржа. Цена входа 2000 долларов. Возьму 100 эфиров. Подтверждаем. Эта заявка размещена. И здесь у меня нет еще на эфире ордера. Я пока что остаюсь в кэше. Потому что я жду сильных падений на рынке. И там буду уже заходить по-крупному. А, давайте же почитаем комментарии. Ваши. Гуру. Пожалуйста, записывай видосы каждые 5 часов. Это я, наверное, каждые 10 часов записываю. Сделай, пожалуйста, этих анализ. Тона. Джеймс Супермен. Посмотри на оптимизм. Привет, Джеймс. Один вопрос. Разве там не формируется перевернутая головой плечи на дневном? С 9 августа. И сейчас формируется правое плечо. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Тогда вы будете понимать все, что я рассказываю в своих видосах. Почему ты не шортишь? Я не люблю шортить на бычьем рынке. Когда ты перезаходишь в доджкоин по 10 центов или ниже. Я на 8 центов поставил заявку. Когда уже криптогурубот покажет сигнал на продажу. Да, он дал сигнал на покупку. Когда биткоин стоил еще 20 тысяч. И в продажу пока не перевернулся. Это интересно. Джеймс, твои сигналы, конечно, потрясающие. Но в долгосроке я не думаю, что биткоин пойдет на 260. Но это будет в октябре 25 года. Там будет вершина бычьего рынка. Также присоединяйтесь к моему телеграмму. 125 трейдеров онлайн. Трейдеры тут что-то обсуждают. Делятся торговыми идеями. А вчера было 500 человек онлайн. Это потрясающе. Также подписывайтесь на мой твиттер. Это мое видео. Также я делал опрос. Думаете ли вы, что на биткоине это уже дно или пойдет еще ниже? 54% сказали, что вверх пойдет. Вчера был красный рынок. Единственное, что росло, это NVIDIA и MCRT. Это интересно. Это новости из проекта Magicraft. Они выпустили новое видео. Субтитры делал DimaTorzok. Команда Magikraft создает потрясающий продукт. Спасибо, что посмотрели видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Я расставил ордера на покупку на нижних уровнях. Жду эскалации, потому что я думаю, что она все-таки произойдет. Будет больше эскалации и будет больше паники на рынке. Соответственно, может быть сегодня, конечно, небольшой памп, но я бы все-таки ждал, пока биткоин опустится на 50. Можно было бы, конечно, еще и Теслу продать, но 10-го будет роботоксиденьем. Покупай на слухах, продавай на новостях, но посмотрим. Всем желаю хорошего дня и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok